Ой, ну как же надоели верующие. Как, с одной стороны, сайентисты надоели со своими недоопределениями науки, которые нихуя не могут нормально определить и сказать, что такое наука. Потому что они хотят в эту науку впихнуть невпихуемое, соответственно, да, для которых надо, чтобы не только там физика, там биология и химия, которые натуралистичны были науками, которым еще надо, чтобы науками были там, я не знаю, религиоведение какое-нибудь, история, еще какая-нибудь хуйня, ага, которая вообще к натурализму не имеет никакого прямого отношения и вообще и история, и религиоведение, и все что угодно могут жить вообще без убеждения базового в натурализме. Ну, научные теисты, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что из себя представляют. Но в любом случае, на мой взгляд, теизм, он не соотносится с религией, ой, теизм не соотносится с сайентизмом никак. Ну, в чем дело, да, то есть, ну, с наукой имеется в виду с естественной наукой. Естественная наука, она натуралистична, да, она исходит из убеждения о том, что в мире все натуралистично. Если все не натуралистично, если есть какие-то там духи, призраки, если законы природы объебываются иногда хотя бы, да, или есть бог, который объебывает законы природы, или дьявол, или вообще кто-то. Ну, все, наукой можно, в принципе, не особо заниматься даже в таком случае. Вот. Тут вот такая вот фишка, понимаете, в чем дело. Научные теисты были раньше, чем научные теисты, это правда, Семен, но тут есть тоже ряд нюансов. И исследования раньше немножко по-другому строились, и, соответственно, может быть, даже некоторых людей, типа Ньютона и Галилея, в каком-то смысле, может, даже и учеными не называть, потому что, во-первых, они были натурфилософами, они называли себя натурфилософами, да, это с одной стороны. А с другой стороны, у них было огромное количество мистических верований, даже не просто христианских, теистических, да, у них были, ну, как это, мистические верования в большом количестве, у Ньютона особенно. Он там занимался вообще всякой хуйней, которая только может, которая церковь запрещала. Всякими там, не знаю, алхимиями вроде бы, астрологиями и так далее, так далее, так далее. Поехали. Итак, Бог и наука. Бог, как я вижу, не помогает микрофон настроить, да? Вещи несовместные, скажете вы, и будете неправы. Вы просто повторили, вбитый в массовое сознание, ползилый шаблон. Сейчас он скажет там, а как же, в кавычках, любой ученый, который верил в Бога в далеком-далеком-далеком-далеком прошлом? Мы сейчас очень легко докажем, что... Лучше докажи, что при наличии не... так, доистического Бога, да, что при наличии не доистического Бога, методология науки ничего не теряет. Ну как бы... вот что самое главное. Действительно наука мыслящий человек просто не может отрицать существование Творца. Нет, Творца не существует, чел, вот я тебя отрицаю. Я тебя отрицаю существование Творца, что дальше? Как-то не могу. Вот, взял и вот сейчас Бога нет, ну... Ну, пруфы. Пежде всего мы должны дать определение понятия наука. Итак, наука, область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных... Отличное определение из Википедии, полная хуйня, убирай, убирай его отсюда, не помогает. Херовое определение. К сожалению, да, по поводу философии науки и науки вообще в частности, да, Википедии дано самое... Ну, не самое, одно из худших определений. Ничего не понятно. Область человеческой деятельности, что бы это ни значило, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Мало ли что можно назвать направленную на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Буддизм, блядь, может также подойти и сказать. Я вырабатываю, систематизирую взгляды об окружающей действительности. Знания, да, объективные, там, я тхармы изучаю, я буддист, я изучаю тхармы. Можно также взять и подойти и сказать, я вырабатываю, систематизирую объективные знания о духах. Я маг, колдун, эзотерик, да, не объективные знания, потому что я вот эти объекты, я наблюдаю в своих духовных практиках. А духовные практики это мой надежный метод познания, надежнее ваших телескопов, говноскопов и прочего говна, который вы используете, и коллайдеров. То есть это определение науки полное говно, оно не подсказывает, чем наука конкретно ограничивается. Слово объективных не значит нихуя, просто потому что любой человек, ну, это слово может для себя использовать. Просто я ученый, потому что я объективный, но я при этом магией занимаюсь. Я там, не знаю, философ, я исследую действительность, я думаю, что делаю это объективно, следовательно, я вырабатываю и систематизирую объективные знания о действительности. Значит, я марксист, там, блядь, значит, я, в общем-то, тоже еще и ученый. Привет, Вячеслав. То есть определение настолько хуевое, что любой теолог, любой хуёлок, любой говнолог, может себя назвать ученым, вообще любой, тогда в целом практически вообще любая область, любая вещь, связанная с познанием, любая вещь, связанная с познанием, тогда оказывается наукой. Смысл тогда такого определения? Вообще, любой подход к познанию, за очень редкими исключениями, он систематизирует определенные положения, которые считаются в данном учении знаниями о действительности, ну, о реальности и действительности. Какой толк вообще в этом определении? ...знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путем сбора... И вот сейчас дед, видимо, тоже попробует провернуть трюк с нами, да, такой, докажет нам, что бог, типа, он действителен, и, значит, мы вырабатываем объективные знания о действительности. Фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа. Почти кто угодно называет то, что можно назвать фактами, просто рандомным образом. Все, что угодно можно фактами назвать. Есть, конечно, отдельное понятие научный факт, но тут уже другой нюанс, понимаете, в чем дело? Какое-нибудь там религиоведение, оно не собирает научные факты, оно, ну, просто собирает текстовую и прочую информацию. Любое направление мысли, там, любая философия, любая хуйня. Ну, феномены и факты разные штуки, Семен, тут важно заметить. Так, что там? Определение. Хорошо, что он тексты выкладывает, тексты легче разбирать. Любая интеллектуальная система, включая теологию, регулярно обновляется, систематизация улучшается, и в кавычках там есть какой-то свой везде критический анализ. Просто везде есть критический анализ. Ну, то есть, опять же, надо просто ненавидеть религии, если вы там какой-нибудь религиовед, как Никита Образцов, чтобы отрицать тот факт, что в любой из религий есть, ну, в кавычках, критический анализ, то есть способность для пересмотра. То есть, буквально люди на протяжении целых тысячелетий и в буддизме, и в христианстве, практически в любой традиции, они улучшают имеющиеся у них базовые положения, они проводят критический анализ сами, они обращают внимание на критику своих оппонентов за пределами их религии. Это обычное дело для существования религии. Если вы анализируете религии, не понимая этого, вы не понимаете, как религии работают вообще. То есть, если кто-то действительно думает, что религии это законсервированные такие, не знаю, коллекции убеждений, в которые люди верят веками, ну, человек долбоеб просто в таком случае. Простите, мусульмане-буквалисты, они тоже вынуждены буквализм свой плюс-минус защищать. Особенно, если это какие-то профессиональные, в кавычках, теологи исламские, да, то есть, если это профессиональные, короче, люди, которые посвящают время защите своих представлений, даже буквалисты, вот, среди лучших нуждаются в подобном подходе. Понимаете, в чем делается типичный обыватель? Даже буквализм развивается. Он не может не развиваться, потому что ему приходится конкурировать, как минимум, против, в общем-то, небуквальных прочтений исламских всяких традиций. А в исламской традиции было много небуквальных попыток читать Коран. Это можно увидеть уже на базе, собственно, их так называемого факиха, то есть, их исламское, ну, короче, право, исламское право факих, да. Их там несколько школ, там масхабы, они, короче, несколько масхабов. Масхабы это учителя, их там четыре в сунизме, еще там есть отдельные, собственно, блядь, второе направление забыл, как называется, ужас. Ужас-позор, ну, вы поняли. Так вот, так вот, четыре вот этих масхаба, у них свои разные подходы к этому всему. А еще за пределами этих масхабов, которые так или иначе, буквально или не буквально, пытались трактовать Коран и Сумну, дополнительно есть еще отдельные философы, типа, там, Каламиты, Ашариты, там, и так далее, и так далее, и так далее. Там тоже много, там хер разберешься, приветствуюшь ее. Там действительно огромная коллекция, в общем-то, персонажей, вот, которые тоже предлагают свои аргументы, эти аргументы игнорировать на протяжении всей истории было просто невозможно, и приходилось как-то с этим взаимодействовать. То есть, все системы, все системы интеллектуальные, они регулярно обновляются. Ну, вопрос, конечно, с какой скоростью, но тут и другой вопрос, что на самом деле у религии соотношение адептов и интеллектуальных деятелей внутри, в общем-то, самой религии, оно, ну, слишком в сторону адептов. А вот когда речь идет о науке и саентизме, конечно, может быть, соотношение и такое же, но просто количество ученых, оно очень большое само по себе в абсолютном смысле, да, оно очень огромное. Никогда в мире не было столько теологов, никогда в мире не было столько, там, не знаю, христианских, исламских и так далее, философов, сколько сейчас в мире ученых. Вот. И поэтому, да, наука вынуждена обновляться регулярнее. И когда ученых было меньше, наука так регулярно не обновлялась, не было ресурса для такого регулярного обновления. Ага. Ну, как-то так. Томатизации и критического анализа. На этой основе выполняется синтез новых знаний или обобщения, которые описывают наблюдаемые природные или общественные явления и указывают на причинно-следственные связи. Поп, я на определение из Википедии, продолжай. В связи, связи, очень важно. Да, очень, блядь, важно, причинно-следственные связи указывают на них, как же, как же это, блядь, важно, как же это круто. Одно должно быть связано с другим. Что? Как же ты, блядь, гений, чувак? Ты прям, блядь, 10 из 10. Позволяет освеществлять прогнозирование. Литер или где угодно что-то указывает на, собственно, причинно-следственные связи. Ну, то есть, ну, блядь, я даже не знаю, это очень важно, он говорит, но если мы будем определять науку через то, что, где есть, собственно, причинно-следственные связи, да, окажется, что и философия наука, да и религия наука, любая, любая религия наука, потому что она указывает на причинно-следственные связи. Ну, я тебя поздравляю, чел, конечно, да, причинно-следственные связи, это прям прекрасное выделение, лучше и быть не может. То есть, моделировать, предсказывать. Те предположения, которые описывают совокупность наблюдаемых фактов, фактов. Чел, заебал. Читать Википедию, это, по данному вопросу, абсолютно бессмысленное занятие, абсолютно просто бессмысленное занятие. Лучше сдохнуть, чем читать Википедию по вопросам, собственно, о том, что такое наука. Там просто какой-то обоссанный, странный собирательный образ, который шизо-сайентисты как раз для себя и нарисовали. И, к сожалению, ни на какой серьезной дисциплине это определение не основано. И поэтому, ну, мы определяем науку внезапно через какую-то эффективность, эффективность и так далее. Наблюдаем. Но если я просто этого не сделаю, я буду гнусавить на протяжении всего стрима и вот так вот похрюкивать, как Вячеслав. Это ужасно. Сейчас все пройдет. И это пройдет. Да, 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 да. И опровергаются экспериментами, то есть опыт. Так нет, теперь еще обыватель, поэти, я не противник Википедии. Википедии есть хорошие статьи, в том числе по философии. Ведь там в реале есть годные статьи Если вы прочитаете всю Википедию Это скорее, ну по философии, например Это скорее всего будет лучше, чем вы прочитаете Даже довольно хороший учебник То есть понимаете в чем дело Википедия по большей части Она более Качественно составлена, чем Уж точно среднестатистический Учебник по философии И даже, наверное, лучше, чем большинство Учебников по философии ever Короче, ever, ever, ever На таком начальном уровне Когда вы знакомитесь с философией Не читая сами книжки философские Наверное, Википедия Один из лучших источников Такого энциклопедического Характера Учебника, с которыми можно столкнуться Для изучения тех или иных тем Такого поверхностного изучения Имеется ввиду, энциклопедического поверхностного Такого вот изучения Но с наукой это, к сожалению, хуйня не сработало К очень большому сожалению Вот в определении науки там Ну, короче, просто взяли Забили то, что просто, не знаю То, что просто в голову пришло, видимо Признаются законами природы или общества Итак, для начала Мы должны разделить Все наблюдаемое нами на два вида явлений Первый вид явлений Это те явления, которые Недоступны нашим ограниченным возможностям Для наблюдений Браво, блядь Браво Готовы? Разъеб начать Явления, которые Недоступны Для наблюдения Явления, блядь Которые Недоступны Для наблюдения Сука, блядь Он хотя бы думает, что он говорит Явления, они потому явления Феномены, потому что они, блядь, являются И это, кстати, вне контекста Философии скептицизма Важно заметить Явление, оно потому явление Что мы его видим Ну, видим, слышим Наблюдаем через приборы, например Да? То есть Оно потому явление Оно нам является Так или иначе Это уже не совсем от скептицизма Да? Зависит Это вообще, в принципе Общее определение явления А явление, которое невидимо И не является Оно не явление По определению Живем слишком короткую жизнь Чтобы пронаблюдать Действительно пронаблюдать Возникновение вселенной Появление океанов Материков И так далее Ну, появление океанов, материков Все такое Это не явление Это не феномен Они не даны нам феноменально Это выводы Второй вид явлений Это те явления Которые вполне доступны Нашим возможностям для наблюдения Человек, гений ты просто Просто гений Вот так Вот христианская наука Наука равно Бог, ребят Чтоб вы поняли Ненаблюдаемые явления Да Мда Что там у нас сегодня Сегодня у нас Ненаблюдаемые явления А завтра Гетеросексуалы без женщин Короче, выходят на улицу И занимаются сексом Друг с другом Там, я не знаю А потом мы читаем Без текстов Есть такой род текстов Которые можно прочесть Без букв И соответственно Без книг Без электронных книг Даже Просто Книги Книги, которые Читаются Нечитанием Я не знаю Сегодня ты наблюдаешь Без явлений А завтра Ебёшься без баб Это такие явления Как, например Строительство домов Рытью Блять Строительство домов Как явление Ну, если с горы Какой-нибудь смотрите Да, например На то, как дом строится Можно сказать Что это явление Действительно Вот Ну, как бы Ну, как бы Лол Но если наблюдатель слепой Как типичный обыватель Правильно заметил Феномен Это не только видимое Это там Слышимое Ощущаемое Вы даже в принципе Можете Какую-то мыслительную деятельность Внутри себя наблюдать Да, какую-то ретроспекцию Проводить Какую-то рефлексию Это тоже будет феноменом Только уже Внутри вашего внутреннего мира То есть оно В любом случае Феномен Определяется через то Что он является Так или иначе вам Неважно Каким образом Да Ну, зрение Например Просто самый яркий Самый яркий Из вот Предложенных Вариантов Вот А феномен Который Вам никак Не является Это уже Чё-то не то Канал Спашка Ну, он и его жена Видимо Там же у него тянка Еще ручная Вроде бы Присутствует Да, сейчас мы Эту тянку Тоже Подсмотрим Итак Так вот К большому сожалению Эти люди Судя по всему Ну, совсем не понимают О чем они говорят И Тут буквально Тут буквально На уровне базовых Определений И трактовок Такие проблемы Такие колоссальные проблемы Что Ну Лучше бы этого видео Просто не было Это видео Компрометирует Атеизм Полей Выращивания Урожая Дальнейший возбор И так далее И тому подобное Шитье Одежды В общем Есть Числа Явлений Которые Уполне доступны Нашим возможностям Для наблюдения Можно сказать Что Так как Не все Явления Доступны Нашим возможностям Для наблюдения Тут еще вопрос А насколько мы можем Считать в кавычках Построение дома И сбор урожая Единым И длительным Длящимся явлением Да Потому что На самом деле На самом деле Это очень длительные процессы И сбор урожая И соответственно Построение дома И так далее И так далее И так далее Вообще Когда речь идет о явлениях Ну базово Ну там Не знаю Вот предмет Вот он явился Перед вами Вот это вот Явление стриминга Да Мы можем говорить Наверное Только в кавычках Например То что вот сейчас Вы видите меня Это конечно тоже Поток явлений Определенных Поток феноменов Но говорить о том Что это единое явление Это наверное Уже какая-то умственная деятельность Что-то Что-то ментальное Вот Ну то есть Мы придумали Что это все единое Мы указали Здесь причинно-следственные связи В своем сознании И мы сейчас Какое предположение Такое предположение Отбрасывает Остается только Второй путь Мы должны Наблюдать Исследовать Те явления Которые доступны Нашему наблюдению И на основе Наблюдения Этих явлений Этих фактов Уже Делать Дальнейшее Построение Итак Что мы видим Наблюдая Те факты Которые доступны Нашему наблюдению Мы видим Одну Непреложную Закономерность Все более Или менее Сложная Начиная От Скопанного Огорода И заканчивая Запуском Спорт Да типичный Это правда Это поток Тем более Довольно разных Явлений То же самое Можно сказать И про Собственно Строительство Дома Потому что Тоже поток Довольно разных Явлений С одной стороны Вам кирпич На голову падает С другой стороны Вы что-то делаете С третьей стороны Вы мажете Собственно Бетон Чтоб кирпич На него положить С четвертой стороны Вас прораб Пиздит Там ногами Руками И так далее Тоже набор Довольно разных Явлений Получается куда-нибудь в космос все осуществляется кем-то это осуществляется а ну то есть ты решил просто мимо логики ебанусь я понял я понял аргумент потому что это просто кем-то осуществляется потому что мы же видим что в мире все это да кем-то осуществляю да ты телка уже этот аргумент озвучивал он очень плохой он не работает разумом ну ты просто это утвердил ты как бы выдвинул тезис его считай практически повторил то есть другими словами творение спутник спасами гору непреложно указывает на у меня вопрос возникает но вот в таком случае да если все возникает благодаря деятельности кого-то какого-то разума давайте посмотрим на какие-то минералы которые сами по себе нарастают допустим вопрос какой разум их создал данном случае понятно что в итоге он ответит бог но мы все равно видим какое-то до движение изменение в мире которое строится без бога без разума точнее без разума давайте вот рыбки плавают в пруду размножаются и икру откладывают никакого бога мы там не видим никакой разум ими не управляет данном случае то есть мы имеем мы имеем набор огромные таких явлений которые при этом всем ну как мы видим по крайней мере не зависит ни от какого разума по крайней мере нам так кажется может самом начале там где-то да но мы не можем этого не подтвердить не опровергнуть то есть они здесь опираются на то вот их парочка они оба да и он и его видимо жена женщина знакомая я не знаю они опираются на то что все явления которые мы видим в нашем мире прямо сейчас они созданы людьми непосредственно до разумом разумом да и поскольку у нас нету примеров когда мы собственно видим что-то не созданное людьми да вот ввиду этого ввиду этого людьми создана буквально все приветствую редкий гост но это неправда потому что на самом деле мы можем пронаблюдать за рыбками и птичками минералами которые нарастают водными какими-нибудь течениями можем пронаблюдать за извержением вулканов можем пронаблюдать никакого разума мы за этими действиями не видим можем за звездами кстати пронаблюдать как они там в общем-то вот двигаются тоже никого разума мы там не наблюдаем по крайней мере и когда какие-нибудь бури на солнце происходят мы не наблюдаем никакого бога который ими управляет никого человека который эти бури вызывает так что целом доказательства давали довольно плохое сразу сразу же следует отметить друзья кстати донатим на контент это единственное видео в очереди будьте добры наличие творца причинно-следственную связь как и сказано в определении красава и все что угодно может быть причинно-следственной связью может быть злокозненный демон это все делает вообще причины причинно-следственные связи вот эти создает может быть естественные законы это делают а может быть естественные законы нет я получил из исследования доступных нашему нашим возможностям явлений мы получили неопровержимый вывод все что сотворено сотворено кем-то но это понятно типичный обыватель что может быть вообще говорит что сейчас у нас будет наука доказательства причину-следственные связи а по факту как бы там просто проеб большой со само доказательство является довольно проебным в данном случае она ни на что не указывает к сожалению и так исследовав доступные нашим возможностям явления мы обнаружили что факты указывают но не приму да какие факты блин какие факты указывают нужность причинно-следственной связи все что сотворено творится кем-то другими словами это закон природы и этот закон природы как и сказано в определении понятия наука этим я и управляю ребята кстати донатим иначе она управляют так что вам полный пиздец научный антинаучник научно разъебывает антинаучного научника есть такое утверждается исследованием фактов анализом этих фактов не просто и он и его жена не этот аргумент использовали не за жена не жена женщина который с ним на этом же канале то сила вот они используют этот аргумент он никуда вообще не годится ваще 00 доказательности у него то есть если его услышит атеист ну там даже возражать не обязательно просто можно хуй забить и воспроизводством опытов значит все это закон природы все сотворенное творится тем но мы этого не видим более того меньшая часть того что в мире существует сотворено людьми по крайней мере очевидно и мы можем наблюдать как огромное количество разных вещей творится ну как кем-то не кем-то имеется виду разумным наверное потому что рыбы то они неразумные животные неразумные минералы растут не знаю собственно континенты двигаются соответственно да тоже мы не видим что и кто-то двигает кто-то разумный или даже неразумный если так на это посмотреть как я предлагаю большинство явлений которые мы можем наблюдать они не зависит от разума нет конечно может быть самом начале их создал единый разум действительно то есть это не исключено но мы не видим никакого разума внутри их собственно действий не видим что кто-то их двигает не видим что кто-то все это изменяет большую часть того что происходит в мире во вселенной люди не делают например и к сожалению она вот так вот работает сразу же оговорим что факты указывают на невозможность обратного нигде никогда никто не наблюдал того чтобы что-то более-менее сложное организованное сотворилось саму по себе без участия кого-либо ну как сказать смысла кого значит кого-либо рыбы считаются то что там живые организмы творят целые биосистемы вокруг себя это не считается это же кто-либо него что же разумно я не знаю как как бог ну или ладно ну или ладно что-то сложное творилось не разумом да не разумом не разума что сложное творилось но как я понимаю ученые наблюдают в общем то изменения различных живых существ в общем то типа там клеток типа там мух типа там гороха какого-нибудь прям вот очень основательные изменения что на это скажешь элон маск ну ладно следующий закон природы такого не существует этот закон природы также подтверждаются без щел загугли что такое закона природы пожалуйста боже мой конечным количеством опытов можете хоть до бесконечности попытаться наблюдать песок камень деревья прочее прочее и вы никогда не увидите такого чтобы это вдруг раз и все само собой сложилось какой-нибудь небоскреб но если про небоскреб говорить то наверно да но тут может быть нюанс что там ну не в боли в них не небоскреб но в гору там не знаю сложится что-нибудь или какой-нибудь пляжик лишь не появится где-нибудь неожиданно со временем без видимого участия какого-то разума там не знаю посидите там где-нибудь там подумайте а там не знаю наоборот размоет собственно озеро размоет какой-нибудь берег и там от берега ничего не останется может быть или например где-то росли деревья а потом вода немножко уровень его поднялся и все это затопило и деревья многие упали и там возникает какая-то дичайшая растительность из-за этого опять же из-за того что уровень воды просто поднялся это может произойти ну буквально там я не знаю из-за небольшого изменения климата до кого-нибудь озере поднимается вода или наоборот из-за того что приток реки который в это озеро там идет например он блин увеличивается или возможно кстати даже из-за увеличения осадков может подобное произойти в определенной территории блин нас чешется ужас вот опять же я не вижу никакого разума здесь скрытого по крайней мере да открытого разума чтобы человек на что-то влиял или хотя бы животное неразумное о не близко и так есть творец есть творение или есть творение есть творить если есть творение то значит есть творится вы понимаете полезно взаимосвязь мы получили этот закон природы исследовав явление или факты которые доступны нашим возможностям гений просто гений исследований для наблюдений что же нам делать дальше дальше мы должны применить тут нет творения но есть варенье тут способ исследования и доказательства который называется исследование и доказательства по аналогии типа типа окей типа окей ну давай аналогию кого воспринимать то же самое что его жена мы над этим уже смеялись я помню да есть огромное количество явлений как например сотворение мироздания или появление мироздания которые невозможные недоступны для нас и для наших в нашим возможностям для наблюдений но по своим характеристикам эти явления напоминают те явления где схожи очень с теми явлениями которые в доступны нашим возможностям для наблюдений что так насчет и взял стоп чего-то пресса виталя а чего ты взял что недоступные для нас явления схожи с теми которые нам доступны мироздания мироздания это ну образно говоря это дом чем собственно дом отличается от мироздания только размерами более ничем стало быть используя способ доказательства который называется но это гениальный способ доказательства 10 из 10 доказательства по аналогии мы легко вправе я кстати тоже могу по аналогии сейчас подоказывать а вы знали есть такой теист его зовут васил аль руси и он короче бывший как я понимаю наркоман как он сам рассказывал на стримах то есть ну простите он так рассказывал да это не клевета он так рассказывал сорян до бывший наркоман короче баб постоянно в общем то он это шпепел короче по клубам ходил и так далее так далее так далее во всем этом он рассказывал на стримах вот по аналогии я могу сказать что все теисты такие например но чё-то как-то она наверно так работать не должно я полагаю предположить и даже настаивать на том что это за кстати это знаете без агрессии это типа да да васил не обижайся если что вообще 0 0 агрейте к тебе сейчас типа знаете вообще вообще без без хейта как бы без хейта сказано просто пример приведен такой показательный объективный показательный пример он природы если у дома есть создатель тут нет негатива вообще без негатива мироздания кстати говорю недавно называется мироздание мироздание о господи называется вал и что тут же есть творец великий строитель могучий зодчий таким образом поступая строго друзья донатим на контент это видео рано или поздно закончится не стесняемся донатить сегодня воскресенье если донатов я сегодня не получу я буду очень грустным потому что я пришел стримить 12 00 научно основываясь исключительно наблюдаемых только на науке блюдаемых и только на наблюдаемых фактах как общее очевидно конечно их фактах критически анализируя и обобщаем эти факты а когда операция анализа и обобщение будет нам предъявлено виде полноценной научной статьи где весь перечень собственно фактов например есть исследуя причинно-следственные связи а где исследование причинно-следственных связей можно пожалуйста предъявить исследование причинно-следственных связей в этом видео их не было мы приходим получить может быть мы приходим но можно предъявить пожалуйста и факты и причинно-следственные связи и ответить на те факты которые не совпадают собственно с вашими взглядами и законов которые указывают на то, что, безусловно, у всего существующего есть Творец, по-другому Бог. Бог. Ни один действительно научно мыслящий человек, ни один человек, не рискующий выйти за рамки научной добросовестности, не осмелиться, а опровергнуть факт существования Творца. Ненаблюдаемый. И недоказанный. И не следующий из причинно-следственных связей. И не опирающийся на факты, игнорирующий большую часть фактов в мире, видимо. Да, факт, который всё игнорирует. Круто. Отличный факт. А если и осмелиться, то ему непременно придётся выйти за рамки научной добросовестности, научности. Учёные, что с ебалом? Как вам там? За рамками научной добросовестности. Вся современная наука за рамками научной добросовестности, получается. Короче, все убрались за рамки. Он сам доказает по секрету всему свету, что он не особо-то и научно мыслящий. Итак... Ребят, вот я сейчас вам сказал, мужик буквально нам сейчас говорит, друзья, вот я вам сказал сейчас хуйню ебаную, да, вот вы послушали, набор слов, просто, просто набор ебаных слов. Если вы с ним не согласны, то вы не очень-то научные мыслящие, значит, вы тупой. Как вообще можно быть таким вот тупым учёным, если вы в бога-то не верите, с такими доказательствами, да в боге-то это, не быть уверены в том, что он закон, но... Мы делали то, что обещали, но доказали, что представление о том, что понятие бог и понятие наука несовместимы. Это лживый штамп. Мы разоблачили это. Лживый штамп. Мы его разоблачили, блядь. Уничтожили как дешёвку. Просто не оставили и шанса. Камня на камне не оставили в этой всех ерунде. Просто задавили авторитетом. Заловнили. Доказали факт существования Творца. Если вы имеете что возразить, мы будем рады... Не, я думаю, не будет. Распылить на атом все ваши так называемые... Мы будем рады распылить на атомы. Внезапно. Я думаю, мы будем рады выслушать ваши, в общем-то, соображения. Да, он сказал, мы будем рады распылить на атомы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!